Дело в том, что чем надо будет наполнить усемник, я только, пожалуйста, я только опять Итак, физиология людей, есть люди толстые, есть тонкие, есть причины, так, смотрите, значит, жировой пояс, что такое диета, которая для толстых, во-первых, не знает, почему есть толстые, а почему тонкие на генетическом уровне, образ жизни миллионный лет, одни сидели дома, фактически рогали детей, другие воевали, и вместо мужчин, потому что их просто не было мужчин, получились Амазонки, получили женщины, ну там, большой грудью, чтобы выкормить много детей и так далее А потом сейчас все гибриды, и кто-то вдруг, даже одна сестра может быть толстая, другая тонкая, и теперь комплекс неполноценности разрушает психику детей А потом еще и здоровье Жировой пояс у девочки, большая часть, это страховка от переохлаждения травм самим и плода, это мой постулат Жировой пояс у девочек и женщин, знаете, где он находится, талия и бедра, от переохлаждения травм Современное общество по тупости учителей и безграмотности калечит соплюшек модами и дебильной одеждой Смотрите, она не просто на подиуме, ее выбирали одной из тысяч, может быть, даже из сотен тысяч Как идеал А то, что это идеал, слово педераст, это не это, как это называть? Ну, это не матерное слово, это официальное слово, педераст А по-русски это гей или это? Он же, как они называют, модельер Он выбрал на свой вкус И этот вкус внушает тем девчонкам, которые потом садятся на диету, уничтожая свое здоровье А мне приходится говорить, что полушутя полусерьезно Половина мужчин любит полных женщин А вторая половина это скрывает Вот, видите как? А нам вот это навязывают А почему нельзя это в школе пройти? А посмотрите, вот они Найдите хоть одну нормальную Вы стали бы это самое, от детей от нее хотеть, мужики? Посмотрите Есть такое выражение, не за что взяться Но это же навязывается Это идеал красоты современной Я же ничего не выдумывал, это подиум Это когда из тысяч выбирает идеальную женщину А потом она идеальная педераст Еще раз, это не мат Я назвал научное слово Диета разрушает здоровье, комплексы неполноценности И тогда знакомь Ой, Елена Александровна, трудно мне будет перестраиваться Видя вот эту вот даму Вот что должно быть в учебниках В случае сильных природных катаклизмов Кстати, в случае революции и социальных этих революций Массовая гибель в первую очередь ожидает европейское население стран С беспомощью кофенсов и плактон И постепенно замену на другие расы Вот Плохо быть этим орахулом Теперь Сознание людей Глава 15 Окружающий мир Асфальтоукладчики Любить мир значит ходить по дорожкам Почему? Потому что там жизнь настоящая И даже по саду надо ходить по специальным дорожкам И никогда не ступать лишний раз И они просто бродить как этот Вот Муравей делают Строят дом Они шьют Это высшее мастерство Равное нам, людям Вот Только они Были бы они с нашим ростом Они бы нас уничтожили Им просто не повезло Вот А вот это символ Вот у нас асфальтоукладчик Вот это Вот Мне так эта фотография нравится До слез Понимаете? А теперь смотрите Искусственные формы кроны Глава 16 Это тоже пойдет в эту В нашу консткамеру Вот Вот эти кроны продержатся Если весной Когда еще нет ничего Ну имеется в виду листья еще нет И вроде все по-божески Можно калечить И вот так вот сделали Это яблоня Это яблоня Вот Это слива Вот Это снова яблоня Груша Вот так и нахаратик Вот Уже вот за эту яблоню Опять нельзя мне это говорить Нельзя мне говорить Свою морду Но я говорю Нет Я бы просто бы сказал Ну что ж ты Ну что ж ты Думаешь-то Угруша же Крона специальная Чтобы не гнили штамп Вот так бы сказал Милый человек Дорогой мой Что ж ты делаешь-то Что ж ты нарисовал-то А это все К осени же От этого круга Не останется ничего От этого Форма елки Не останется ничего Вот и это Не останется ничего Все обрастет Вот так Тем более После такой страшной обрезки Ну а дальше смерть Что еще Вот Ну а дальше Вспоминаем Подлая реклама Я об этом когда-то говорил Поэтому сам принцип Я включаю В консткамеру Вот эту подлую А слово подлую Даже обещал Тогда Странная реклама Вот Назовем ее Странная реклама А какая она странная Нет Тогда это слово Хитрая реклама То есть Вначале Вы обязаны Искалечить дерево Зимой Вторая такая же Другой То есть Там так идет Председательное хозяйство Идет Одна Публикация За другой Летом Осенью Поздней осенью И зимой И везде Режьте 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 А потом к нам Заживите За мазью А чтобы Не надо покупать мазью Надо просто не резать Вот И вот это вот Есть хитрая реклама Видите Я не стал матом говорить Вот она Хитрая реклама Глава 18 Это про обрезку Дерево Вот это дерево Мне привез Знаете как В автобусе Как он влез Я до сих пор Понять не могу Но он привез В автобусе Вот Кто не буду говорить Дело в том что Если бы он сразу Он не такой Этот Заменитый садовод Не такой Как сказать Экстремал Как я Потому что Я обрезал вот так А он мог еще У себя обрезать И привезти Это грызок Я бы не обиделся Но ему надо было Привезти целиком Чтобы я посадил Целиком Я посадил На этот момент Я не ошибся Он вроде Прекрасно растет Так Но проходит еще один год И вот это все мертвое То есть корни Смогли вырасти Только вот до сюда Чуть выше его Правой руки Это мой сын Знакомься с Артем Вот Смотрим Оброс весь А потом Вот здесь Все это погибло Погибло То есть Выкормить не смогло А вот здесь Обросло Вот здесь И тогда Выходит Что я Железу Учился еще Это же Старый снимок Вот По идее Знать бы Я мог заглянуть Будущее На машине Времени Я подлетел бы В свой сад Увидел бы Что вот это все мертвое А вот здесь Вот такое Пышное Акрон Вот Не ниже Вот здесь Вот Тогда я бы Знал что надо Зарай Отрядить Вот тут И вот с тех пор Когда у меня Десятки таких случаев А потом сотни Я тогда И стал экстремалом Лучше лишнее Обрежу И буду иметь Пышную здоровую крону Чем Допустим В каких-то условиях Например Ну он вез Он может не сразу Привез Может где-то лежала Вот Если бы вдруг Он надеялся Что я посажу И она все Обращает листьями А если бы даже Обращала листьями Одна все равно Зимой умерла Не соответствует Размер Количества Сока Предназначен Для этого Хильники Побеги Которые замерзут Если только Не сделают Кардинальную обрезку Вот И то что Незнание Еще раз говорю Незнание Именно этого Что большая часть Хроны Должна уничтожаться Вот Уничтожаться Вот это И сделала Главу 18 Ну то есть Тут она должна Обрасти Содержанием Понимаете Она должна Обрасти Содержанием Вот Это все В кунсткамеру Потому что Одна из Страшнейших Ошибок Вот И спорили меня И критиковали Очень популярные Содоводы А я стою На своем Поняли Да Вот Глава 19 Селекционное клонирование Железа Это все Вам пригодится Потому что Назвали нас С вами интеллектуалами Ну все Теперь терпите И становитесь Еще более Интеллектуальными Итак Крышу дома Видите Ну побочный Эффект Это то что Десятки Сайтов Украли эту фотографию Ой я же Не так Совершенно Случайно Совершенно Случайно Десятки Сайтов Как-то Ну случайно Разместили у себя Люди думают Что у них Так Плодоносит Слева А эта крыша Дома Она всегда Выдавала Так Допустим Любой мог сказать Что Это его фотография Да Железа Вряд Но дело в том Что тогда Были пришлось Построить дом С этим шифером Для заказа А это по-моему Не по силам Чтобы на фоне Дома Доказывать Ладно Смотрим сюда Ой Однажды Случилась Вот эта Страшная вещь Еще раз Крыша дома Это мне повезло А то бы кто поверил Что это все Одно и то же Дерево И Одной из Причин Одной из Доказательств Моей Гениальной Так Гениальной Не имею права Говорить Одно из Совершенно Таких Странных Открытий Как бы себя Не перехвалить Они с точки зрения Науки Странные Итак Вот это вот Она же Убедились По крыше Да Убедились Но после страшной Зимы Все что от него Остало Вот Эта фотография Была Одна из тех Которые Меня Давили на мысль Пусть задним Числом Пусть я силен Задним умом Я всегда только задним Чуть и не сказал Каким Но Я пришел к мнению Что Морозостой Морозостой Почек Разная И Отрицание Этого Не я Всегда должен попасть В его 19 А отрицание Селекционного Клонирования Железа А вы теперь Поняли Почка Вот видите Ветка Прекрасная Цветет Даже цветы Дала И вот еще Одно Вот еще Одно И тут Зарядом Мертвая Вот И вот Прошло 10 лет И вот Этот Ярославцев Это Московский Ученый Это Не просто Кандидат Наук На этот момент Селекция Всероссийского Селекционно-технологического Института Садоводства Питомниководства Бирилева Вот Откуда Вот Я Только об одном Я сейчас Немножко Поерничаю Дело в том Что Я три Застолкнулся Когда на меня Обращали внимание Ученые Как это выглядело Вот один Вот это Вот Важнейший Момент Он Там Споры Ваши Селектороградом Он меня поддержит Но Он вроде бы Отрицает Что почка Вот эта Мертвая Да И вот эта Живая Вот она же Дала побег Что у них Одинаковое Морство То есть он Вроде бы Стоит за это Вот Я сразу Расстроился И все Прошли годы Потом я думаю Ну Ярославцев Не мог Так сделать Не мог Не мог Что-то здесь Скрывается А я Покажу вам Три случая Это один из них Когда Внимание друзья Это должно Попасть уже Когда-то в учебники Вот Это интрига Которую вы Должны знать Я не говорю Все Кто-то сейчас Отключит компьютер И бог с ним Вот Научил я его Привать И ладно Вот Или там Где привать Как привать Закон сопротивления почек Он уже знает Да Вот И можно отключаться А здесь Когда он Вот это написал Я боюсь Это все читать Трудно Даже мне тяжело Вот это Что я сделал Смотрите Я отсюда Выбрал Слово Слово Несколько Фраз Внимание И назвал Это Полезью Ножа Над пропастью Вот Смотрите Человек Который не мог В открытию Сказать Что Железов Прав Отрицая Вот это Вот Он нашел Такие слова Что Даже я сам Не врубился Хотя он Меня поддержал На сто процентов Ярославца Умница Чуть не сказал Гений Потому что Нормальным людям Это не понять То есть Там же и написано Что все Наука Правильно Что это все Не можно Там генетический Все Все Молодец И вдруг Он пишет Раз у меня Почки Зацвели Не все А некоторые Он написал Иная степень Дифференциации А это что Почки Одинаковые Разве Еще Лучше Защищена Другими Тканями А это что Не селекция А еще Она оказалась Более подготовленной А это что Чтобы проявить Генетическую Обусловную Потенциальную Устойчивость Вот это все Он написал Мою пользу Только Я сам не знал Я вижу что Это ему Это самое Он не мог это сказать Константинович Молодец Иная степень Дифференциации Значит Почка Почка Розь Значит Мы берем И после каждого Сарганца Зимы Мы с вами Это Отбираем И у нас Получается Не новые Геномы Абсолютно Это же самое Но Иная степень Дифференциации Мы просто Проводим Селекцию Внутри Генома Еще раз Все равно Они не бывают Ведь мы же Селекцию Когда проводим У нас же 100 косточек Высадишь Они все разные А почему Почки Должны Все одинаковые А И вот Получилось Что Он Для виду В газете В крупнейшей Вот это Написал Видите Для виду А сам Меня поддержал Так что По принципу Константинович Ты мужиком Ты поймешь Что я на твоей стороне Только Я не могу Выйти за эти Вот За рамки Он Видите Как тут было Вот Потом Прочтете Среди вас Найдется 5 10 20 Человек Обязательно У вас Образование Все что надо Есть Такое же На уровне Елены Александровны Савини С двумя Этими Красными Дипломами Потом Вернетесь Почитаете Вот это Мой праздник Он Меня поддержал Пусть таким путем А придет Время Придет Время И на этом На этом Будет основано Новое Направление В садоводстве Всего лишь Отбор Самых Морозоких Почек Вот И вот здесь Вот Будет Не Написано Как здесь Селекционное клонирование А Это я ошибся Отрицание Селекционного клонирования Железова Не признание Селекционного клонирования Не понимание Селекционного клонирования Не замечание Селекционного клонирования это будет одна из... Это же не просто кунсткамера, это садоводческая кунсткамера. Почему нет садов? Ну? Ох, вот так вот, ребята. Ну, ещё было двое учёных, профессор Ваяков. Появились намёки в воде, начинают собираться определённые формы, которые начинают жить в своей жизни. Вот. Он процитировал Железова, больше некого, поверьте. Вот. А почему? Появились намёки. Он не сказал гипотезы, не назвал мою фамилию. Вот. Но так как он о роли воды, он уже это новое, уже пьёт, уже надо отказаться от того, что это. В воде находятся силовые структуры определённые, что только встраиваются в эти силовые структуры молекулы, и получается, и оживает, которые начинают жизнь, свою жизнь. Ну, спасибо. Ну, так я его помру, так я не позданный, не признанный. Ну, это профессор на телеканале, а у меня фильм есть, а я же там целиком снял его слова, то есть всё честно. Вот. Ну, почему вот так, почему такая трусость? Вот что. Вот. Вот. Ну, ещё одного не называют, но тут получилось самолюбие, а ведь меня же долго-долго, а я оправдываюсь. Вот. Значит, ещё один, ну, Раникам, известный учёный, вот, он, это, Рембрик, Александр Алексеевич, вы сами это напечатали в своём журнале, «Вестник садовода», так, там были такие слова. Вот. Сам президент императорского общества, то есть, 19 век, не согласился бы с Железовым. Вот. Ну, я отвечал, конечно, не согласился бы. У него никаких витативных гибридов быть не может. Я бы у него привёл культуру на культурную, абрикос на абрикос, и я больше вообще привать не надо. Вот. Не может быть витативных гибридов появляется на границе выживания. Это одна из моих постулатов. А вот написал бы этот, Арнекам, не вот так вот. Вот Раевский, генерал Раевский, не согласился бы с Железовым. Ну, спасибо, Иван Анатон. Но где твоё-то мнение? 21 век. А ты-то согласился бы и нет с Железовым. Почему сослался на это, на Раевского, который шёл 100 лет назад? А? Вот так же, как тут, тут трусость, а тут, ну, не трусость, ну, ну, как бы это сказать-то? сколько же мне-то это, со свиным рылом-то, меня держат в это, в свинарнике? Ведь это не шутки, это новое садоводство, это будущее. Вы знаете, вот я вам показал, да, сколько там, 6-7-8 суперсортов, да? А представьте, что за жизнь, там Елена Александровна или там Сергея, лучше в двоём месте бы, да ещё бы несколько ребят подобрали бы, которых мы же и знаем, которые плевать умеют, и работяги, всё, дать им достойную зарплату, дать им, то, что считается невозможно там, ну, то есть должность и всё, дать им институт, дать им академию. И они бы за 5-10 лет сделали то, что ни под силу было, ни Бирбанку, вот, никому, вообще никому, ни одному иностранцу. И это в суровой Сибири. А начинается с того, что нельзя колечить дерево, ведь они же уменьшают шансы на дерево. Все деревья в этих самых, ну, я был в Тимирязевском саду, и был, я показал фотографию зацентом, который на тот момент исполнил обязанности, где то ли директора сада, то ли запсада, вот, который резал посреди лета дерево-то. Я ещё на нём накинулся, но он молодец, он меня не послал. Он вступил со мной на разговор, он узнал, что у меня абрикосы, а у них я вообще не нашёл абрикос. Ходил, не нашёл. Нашли вишню, сфотографировались, вот, записал мои данные и забыл, вот. А я хочу, чтобы мы успеем при этой жизни хотя бы заложить новый сад. Пока ещё у меня этих косточек ещё, я раздал 20 банок, не продал, продал пару банок, а раздал 20. Вы знаете, кто покупал у меня, вы видели подарки, 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 вот. и у меня осталось три банки этих самых, манджурсов. Хватит ещё на это, заложить уже там, в Москве. А вдруг успеем? Умирать, знаю, что потом, как умер, Латинковка, умер Боднар, и ничего не случилось. Байкалов, когда умер, опять ничего не случилось. Субтитры сделал DimaTorzok